Всем добрый вечер! Мы здесь на площадке шоу-рума нашего университета собрались в достаточно таком интересном составе. Здесь есть представители общественного народного фронта, общественных организаций иных, общественной нашей палаты во главе с ее председателем Зелли Рахимянной и наши преподаватели, причем как юридического факультета, так и иных факультетов, в особенности здесь наши молодые ученые, поскольку мы с вами живем в такой достаточно судьбоносный для нашей страны период. Во-первых, вы знаете, что буквально недавно, 15 января, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин выступил с ежегодным посланием. Но это послание, хоть я и акцентирую внимание, оно было ежегодным, как бы каждый год он выступает и нацеливает всю нашу страну на те или иные задачи, то этот год он был особенным. И это послание, по сути, является, не побоюсь этого слова, судьбоносным. Сразу же после этого, по хронологии, наверное, все вы помните, поменялось правительство. И касательно уже высших учебных заведений, вообще в целом системы образования, буквально 6 февраля было совместное заседание Совета при Президенте, Президиума Государственного Совета, посвященное в основном высшей школе и научным учреждениям. То есть обсуждались вопросы, что нужно делать для того, чтобы актуализировать все те проблемы и каким образом сделать более активным и результативным, самое главное, слово «эффективность», там неоднократно использовалась наша с вами работа. Честно говоря, все эти вопросы обсуждались в течение последних пяти лет и очень хорошо, что они нашли такое концентрированное выражение и по каждому предложению, которое там озвучивали, озвучивали как председатели, точнее, как президент Академии наук, значит, преподаватели, ученые, так и общественники. Если все это реализуется, то я думаю, многие, я позволю себе использовать это слово, препоны, которые мешают, по сути, нам двигаться, они уйдут в историю. Для этого, конечно, нужно внести достаточно большое количество поправок в разный уровень законов, как федерального значения, так и субъектового. В частности, вот маленький пример, который на нашем университете, мы проблему эту всегда испытываем, это каким образом финансировать наши лицеи, и нашу больницу. Вы знаете, что в составе университета есть два лицея, один интернатного типа, а финансирование школ, это, по сути, субъектовая задача. Мы вот все время придумываем разные схемы, каким образом субъект передает нам ресурсы для работы в этих школах. Или сейчас мы будем открывать, я думаю, во втором квартале детский садик, где в основном будут дети с аутическими расстройствами, почему мы его уже после осуществления ремонта все открыть не можем, потому что стоит вопрос, каким образом университету передать деньги. По действующему сегодня законодательству, субъект должен поднять на уровень федерации, на уровень Минфина, потом Минфин отдать Министерству образования и науки, а потом тот спустить до нас. Поэтому, чтобы так не делать, мы придумываем разные грантовые схемы, разные другие механизмы, каким образом это решать. Или как готовится, я уж немножко отвлекусь, полилингвальные школы, и заказ нам готовить учителей для этих полилингвальных школ. Учителей готовят как минимум уровень бакаларета, вы знаете, 4 года, если по 2 профилям 5. Каждый год проводится конкурс. То есть человек уже учится на втором курсе, а опять конкурс на то, чтобы за него заплатить денежку. И таких можно проводить, примеров огромное количество, то же самое по нашей клинике. Поэтому, чтобы снять все эти барьеры, было озвучено, что дают возможность субъектам, в нашем случае это нашей республике, напрямую финансировать те или иные проекты, которые регион на площадке университета организуется. Но в основе угла, конечно же, стоит основной закон нашей страны, это наша конституция. Я думаю, здесь мы с вами можем с первых уст услышать все, что обсуждается на площадке рабочей группы, потому что наш коллега, заведующий кафедрой государственного, точнее, конституционного и государственного права, находится здесь вместе с нами. Я думаю, с первых уст, все, какие вносятся поправки, какие поправки, скорее всего, будут приняты, мы услышим. Мы очень горды, что именно наш коллега попал в рабочую группу с республики, у нас еще председатель государственного совета Фарид Хайрулович Мухаммедшин и представитель нашего университета. В целом, вы знаете, этот год особенный, мы будем отмечать столетие Татарской АССР, и во все периоды наши преподаватели носили огромный вклад, и особенно и в Конституцию Республики Татарстан, в частности, в 90-е годы, которые принималось, тоже наши коллеги стояли в Устоке. В то время Зиля Рахимьяновна руководила, точнее, была одним из руководителей госсовета, ваш покорный слуга был депутатом, и все это проходило на глазах. И этот же период мы проживаем по истечению огромного для новейшей истории лет, но уже совершенно говоря о Конституции РФ. Но стоит задача, и президент страны это озвучил, чтобы конституционные поправки были обсуждены в регионах, с общественными организациями, в разных форматах, и они были понятны всем. А здесь в основном носители идей собрались, люди, еще раз я говорю, и с Народного фронта, с общественной организацией, наши преподаватели, которые, я думаю, услышав все, о чем здесь говорится, в достойной форме, поспорив вначале, задав вопросы, больше, конечно, участнику рабочей группы, чем нам, сумеют донести и до студентов, и до своих коллективов. Вот с этими словами, если позволите, там мне написали очень много, я передам слово Зире Рахимьяновне, руководителю общественной палаты, давайте ее вначале поздравим с избранием, потому что Зире Рахимьяновне я знаю достаточно давно, в разных должностях, но где бы она ни работала, она всегда так четко проводила и линию, то, что нужно, гражданам нашей республики. Я прежде всего хочу сказать об этом, потому что, когда говорят линию там другую, то она всегда находила, как отстоять, и когда мы работали в Государственном совете, и вот будучи министром, вице-премьером, исполнительных органах власти, то есть она и ту, и другую сторону хорошо знает, поэтому Зире Рахимьяновне еще раз вам слово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу вам благодарить за возможность такой встречи. Нужно прежде всего, вот этот работает точно, я правильно вообще, я была права, и сегодняшнюю встречу я, в общем-то, так себе и представляю, потому что вот, ну, мы послушали Фарид Хайруловича сегодня, вот Евгения Батыровича. Фарид Хайруловича, очень важно знать, вокруг чего, а для меня было необычно то, что, конечно, ну, внесены поправки, а круг обсуждения расширился, и уже и по преамбуле стали говорить, и по другим статьям. В принципе, Конституция – это такой закон, и этому меня научили юристы наши, профессионалы, что вот нельзя отдельные кирпичики дергать, вот если внесены поправки системные, то надо работать только по ним, потому что они, все статьи взаимосвязаны, можно ненароком поправив или не туда внеся слово, разрушить какие-то другие формулировки, и не столько формулировки, сколько серьезные понятия. И вот, конечно, я думаю, что рабочая группа, она с такой целью и сформирована распоряжением президента, чтобы, выслушав всех, все-таки отобрать те поправки, которые будут органичны. Понятно, что каждая аудитория высказывает свои предложения, и они тоже были высказаны. Но вот прежде чем передать слово Евгению Батыровичу, я хочу сказать, что их работу очень высоко оценил другой еще член рабочей группы. На попечительский совет в субботу прилетал буквально на один день Михаил Борисович Петровский, он тоже член рабочей группы, и он сказал, что хорошо, что есть в рабочей группе представители Татарстана. Они нас иногда, значит, вразумляют и остужают слишком горячие обсуждения своим профессионализмом, своим глубоким отношением к тем проблемам, которые обсуждаются в ходе работы над этими поправками. Поэтому с удовольствием передаю эти слова, и вам слово, Евгений Батырович. Спасибо большое. Вы знаете, разрешите мне начать мое выступление с рассказа о том, как устроена наша работа. Я думаю, что это во многом предопределит дальнейший ход наших рассуждений. Дело в том, что когда было приглашение, это было совершенно неожиданно для меня. Вот мне спрашивают, как ты попал туда? Да никак. Время полдесятого вечера, звонок. Можно ваш телефон передать? Можно. А можно там дальше передать? Можно. Короче, через некоторое время звонит один из начальников отдела администрации, говорит, Евгений Батырович, мы хотели бы, чтобы вы работали вот в этой группе. Ну, у меня челюсть, естественно. Я, каким образом, как это было? Я говорю, ну, конечно, это высокая честь. Я говорю, конечно, я согласен, как же не самое, все. Ну, ждите, говорит, в 10 часов, тогда мы вас, говорит, включаем. В 10 часов, говорит, смотрите, говорит, Кремлин.ру, перечень, и все. В 10 часов смотрю в составе группы. Вот, когда спрашивают, как, кто, честно скажу, не знаю, как формировали, кто формировал, каким образом я туда попал. Может, Лешат Равкадзе где-то, так сказать, может быть, Зелёй, так сказать, может, кто-то, так сказать, Раким Ямна, может, кто-то, так сказать, я, честно говоря, ну, не знаю. Ну, я очень рад, что я попал в эту группу, и, соответственно, когда мы первый раз встречались вот с президентом, и он ставил перед нашей группой задачи, там был один очень серьезный лейтмотив. Он нам объяснил на первой нашей встрече суть тех поправок, почему, так сказать, он решил, так сказать, нести поправки в Конституцию, почему он в послании это сказал, что он ждет от нас. И, естественно, он сформулировал это таким образом, что я жду от вас именно общественно-политической оценки тех предложений, тех поправок, которые мы, ну, в смысле, я вношу туда, в этот самый, как он, в Конституцию. Вот это очень важный момент, вот когда говорят, ну, что у вас там группу собрали, так сказать, там, деятели культуры, спортсмены, там, и прочее. Вот, так задача была с самого начала поставить, в смысле, поставлена совершенно не так. Была поставлена именно дать общественно-политическую оценку вот всем тем поправкам, которые вносит президент Российской Федерации. Много ему вопросов задавали мы, вот, в том числе, и я уже об этом говорил, я задал вопрос, потому что как-то он в послании это сказал, а когда ставил перед нашей группой задачу, он не озвучил эту идею, эту идею, и мне пришлось задать ему вопрос, кстати, забыл, должен сказать, уважаемый Владимир Владимирович, я просто говорю, Владимир Владимирович, я говорю, можно вопрос? Вот, и, соответственно, спросил, я говорю, а вот вопрос о единстве публичной власти, он должен быть предметом нашего, так сказать, разбора? И он очень обрадовался, и минут пять, наверное, долго отвечал на этот вопрос, сказал, что да, обязательно надо. И после этого кто-то задает ему, на фоне моего этого вопроса, задает ему вопрос, Владимир Владимирович, а можно ли другие вопросы, другие предложения нам рассматривать, и надо ли их вообще рассматривать? Ну, я думал, что он скажет, ну, нет, надо, так сказать, только по поправкам, которые вот я в закон, так сказать, проект закона внес и так далее. Он говорит, конечно, конечно, давайте, и он дал вот этот вот карт-бланш, дал, так сказать, вот этот старт совершенно любым поправкам, которые, так сказать. Но он оговорился с самого начала, когда еще... Он говорит, я сразу хочу сказать, что давайте так, когда будем работать, все-таки фундаментальные основы Конституции, первую, вторую, девятую, так называемые защищенные главы, трогать не будем. Ну, и теперь возник какой-то, так сказать, первый же вопрос, который был у нас, решался на первом потом нашем рабочем заседании на другой день. Что мы будем рассматривать? Только поправки, которые есть в проекте. Вот, соответственно, вот этот у меня в руках, вот, как раз вот и есть вот этот вот проект закона, вот, о поправке. Кстати, ну, лишний раз, вот сразу хочу перейти к юридическим тонкостям. Один из, ну, так сказать, близких мне людей начал ернищить по вопросу, вот, русский язык, не знаете, тут столько поправок, вот, а закон называется о поправке. И, вот, я говорю, ну, понимаешь, есть у нас закон 98-го года, который так и называется, федеральный закон, вот, о поправках, так сказать, Конституции, порядке принятия. И там так и написано, статья 2-я, вот, или сам ты, 2-я, 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 да, по-моему, 2-я, 3-я, спасибо. Вот, где, так сказать, написано, что форма, форма именно в виде закона о поправке. То есть, сколько бы не было поправок, будет закон какой? О поправке. Как это здесь и записано. И, соответственно, решили вначале, значит, первую, вторую, девятую не трогаем, не принимаем никаких предложений, значит, работаем первый блок по поправкам и второй блок работаем по тем предложениям, которые будут поступать помимо тех поправок по третьей, восьмой главам, которые, так скажем, будут поступать. Ну и вначале, честно говоря, не очень-то мы представляли даже объем работы, как это все будет выглядеть, но этот вал предложений, он сразу себя проявил, и уже буквально через 2-3 заседания стало понятно, что в составе всей рабочей группы, 75 человек, обсуждать, когда это превращается, ну, любое там предложение, поправка и так далее, это написать, сколько мнений, споров и так далее, безусловно, это становится слегка, так сказать, неуправляемым все, решили все-таки перейти к следующему этапу и разделиться на какие-то подгруппы. И вот были созданы 5 подгрупп, и, соответственно, вот у меня в руках, сейчас я покажу, значит, это была подгруппа по социальному развитию, науке и образованию, одна из самых таких подгрупп, которые, так скажем, ну, самых-то, куда, самое-то, где больше всего, наверное, поправок было. Вот видите, вот у меня подгруппа судебная власть и прокуратура, да, ну, чувствуете разницу, да, вот, вот видите, да, вот даже чисто, чисто визуально, так сказать, вот, и, соответственно, вот, нет, извиняюсь, это, это тоже достаточно, где вот Фарид Харулович работает, это подгруппа федеральные органы исполнителей, законодательно-исполнительной власти, тоже, как видите, количество, так сказать, всех этих предложений. Вот, была создана группа, кроме социальных, вот этих федеральных, была создана группа по суверенитету Российской Федерации, ну, главный вопрос это соотношение Конституции и, соответственно, международных договоров, вот, и еще одна, еще одна подгруппа, которая тоже, соответственно, ну, очень, так сказать, много всякого рода поправок, это, вот, единая публичная власть, местное самоуправление. Никому из членов группы не возбраняется в разных группах, пожалуйста, можешь работать в одной, в другой, в третьей и так далее, и, соответственно, первая группа, которая быстрее всех выполнила свою работу, была, естественно, наша группа, потому что в нашу группу, таким образом, отобрались как-то, ну, там, скорее всего, это президиум делал, туда вошли очень известные юристы, Валерий Васильевич Лазарев вошел, Марченко вошел, Блажеев, вот, и так далее, то есть, понятно, что мы как-то так это лихо сразу все это дело отработали, и было назначено для нашей подгруппы внеочередное заседание вместе с нашими сопредседателями, вот, Андреем Александровичем Клишисом и Павлом Владимировичем Крашенинниковым, мы провели совещание, и он сразу, Крашенинников, взял все эти наши замечания, предложения в работу в комитет, и в комитете самый первый мы, по факту, прошли это обсуждение, вот, наши предложения, которые есть. Достаточно быстро закончилась работа по суверенитету, по международным, вот, этим вот договорам и соотношению их с Конституцией, более-менее, более-менее, так скажем, в первом приближении отработала группа, точнее так, две группы, но они, поскольку много участники приняли активное участие, другие члены рабочей группы, по социальным вопросам, вот, сопредседатели, модераторы этих групп докладывали, но решили, что надо дополнить, и вот по федеральной можно исполнить власти. Скорее всего, завтра, вот, будет опять очередное заседание, там должна, вот, последняя наша эта группа, группа единства публичной власти и местного самоуправления, докладывать о результатах своей работы. Но у меня такое ощущение, что завтра мы, конечно, наверное, скорее всего, все подведем итоги по всем вот этим предложениям, которые есть. Хотя, я еще раз повторяю, что предложения принимаются в любой момент, и когда мы стали на одном из заседаний рассматривать вопрос, ну, зачем мы собираем вообще первая, вторая глава, ну, нельзя туда вносить все равно, девятая глава. Вот, в общем-то, получили очень четкий, однозначный ответ, что это очень ценная информация, которая будет использоваться, естественно, для дальнейшей работы, что Совета Федерации, что Госдумы, что Администрации, президенты и так далее. Поэтому нам сказали собирать, обсуждать и свои предложения высказывать. Хотя это защищенные главы, и мы, так сказать, по ним, в принципе, никаких поправок, естественно, внести что-то не можем. У меня было такое, прямо на первом же заседании я выступил с предложением ввести такое понятие в Конституцию Российской Федерации, как дополнение Конституции Российской Федерации. У нас глава девятая предусматривает пересмотр и поправки. Дополнений нет. Строго говоря, только федеральный закон, поправки, говорят, поправки могут быть в виде дополнений, но одно дело дополнение в смысле поправок, другое дело дополнение самой Конституции. Это разные вещи. Ну, в общем-то, после определенных, видать, консультаций, мою идею зарубили, сказали, нет. Иначе мы тогда вторгнемся в первую, вторую главу, а и все, это по факту переведет к пересмотру полностью Конституции. И, соответственно, моя идея не нашла, так сказать, подтверждений, одобрений ни у кого. Хотя мне показалось, что, соответственно, если мы не меняем текст первой, второй, девятой главы, а только дополняем этот текст, да даже, допустим, глава прим первая появится, вторая глава прим, ничего страшного нет в этом. Ну, нет, я повторяю, что эта моя идея, к сожалению, не нашла, так сказать, воплощение. И вот теперь все время задают вопрос, классический вопрос, а почему именно сейчас эти поправки? Почему вот сейчас, кстати, внесены эти поправки? Вы знаете, было 20-летие, вот 5-6 лет тому назад, 20-летие, когда мы праздновали Конституцию Российской Федерации, в Ново-Огарево Владимир Владимирович нас собирал, нас это заведующий кафедрой конституционного дисциплин, и мы ему задавали этот вопрос, давайте менять Конституцию, пора менять Конституцию. И он же тогда, это же когда, 5 лет назад, он говорит, нет, давайте договоримся не так. Вот защищенные главы, трогать не будем, фундаментальные положения Конституции пока не нуждаются в пересмотрении. Все, что можно улучшить, сделать, давайте будем обсуждать. И, кстати, это была его фраза. Я понимаю, что наступают времена, когда назрело время, когда надо, так сказать, Конституцию, естественно, поправлять. То есть он тогда уже, видать, задумывался и имел какой-то план по вот этому, так сказать, по поправкам Конституции Российской Федерации. Ну, а последний раз, когда вот он с нами говорил, он говорит, неэффективно работает аппарат. Я, говорит, уже понял, что, говорит, вот самка пока работает, вот и, говорит, председателем правительства и президентом понял, что, говорит, аппарат работает неэффективно, что нужно, нужно, говорит, нужны, говорит, правила игры, понятные всем, говорит, сбалансированность власти, нужна новая и так далее. Ну, вы знаете, кто-то может, ну, как говорится, кто-то другой может чисто эмоционально, политически как-то оценить эту ситуацию. Я, как юрист, всегда говорил и говорю, Конституция 93-го года была сделана конкретно под Борисом Николаевичем Ельцом. Шахрай об этом прямо говорил в первое время, когда он потом стал чуть-чуть по-другому говорить, а первое время так и говорил. Это Конституция переходного периода. Ему даже на одном из этих самых, как он, на одной конференции сделали замечание, говорят, Сергей Михайлович, а не слишком ли переходный период затянулся с Конституцией-то? И, естественно, для того, чтобы преобразовать наше общество, президенту в этой Конституции дали огромные полномочия. Вот с точки зрения того, кто там является президентом, я бы никогда, допустим, не изменил. Это все, это шикарный документ, куда больше-то. Там такие полномочия у тебя в руках, так сказать, больше и не надо. Но, когда упрекают того же Владимира Владимировича, говорят, что вот в ручном режиме, в ручном режиме. Так в ручном режиме оно почему? Потому что Конституция так устроена, что хочешь не хочешь, любой вопрос, он выходит на самого президента. И он говорит, что раз неэффективно, стало быть, надо эти полномочия каким-то образом поделить. И мне сама идея, сама идея вот этого, пускай очень робкого движения к парламентарной форме, то есть попытка ввести какие-то элементы вот этой вот парламентарной, так сказать, республики. Это не значит, что он, и он так и говорит, что это не значит, что это уход от президентской республики. Что рычаги, конечно, остаются всего президента. Понятно, что никто завтра не отдастся, так сказать, эти рычаги. Но сама идея вот создания вот этих вот механизмов балансировки власти, она, конечно, ну просто отчетливо прослеживается. И когда вдруг слышишь, что создается, что конституция, вот эти поправки нужны для того, чтобы ему сохранить свою власть, еще остаться, я говорю, какой сохранить? По конституции у него и так столько власти, зачем ему это? Это и не надо. Вот. И, соответственно, вот эти все изменения, все изменения, которые направлены на то, чтобы парламент больше включить в работу по контролю за, по формированию, по контролю за деятельностью того же самого правительства. Это очень хорошая вещь. Это мне, как юристу, они просто понятны и внятны. И вот говорят, госсовет. Я честно скажу, что я сам ничего не знаю. Не знаю, какой будет госсовет. Но я всегда всем везде говорил и продолжаю говорить, что у нас нет органа, органа исполнительной власти, который ответственен за территориальное развитие. Вот госсовет, госсовет, в его, в той самой форме, в которой он действует и до сих пор, может еще, это что такое? Совещательный орган, рекомендательный орган, при президенте. Все его решения принимаются, так сказать, утверждаются только президентом через его, так сказать, акты. И то, что он пытается теперь, он по факту, статья 80 Конституции, это его полномочия, определение внутренней и внешней политики. И вдруг он организация взаимодействия органов государственной власти. И он это передает теперь госсовету, где, естественно, будут представлены губернаторы, как мы их называем, хотя, может, не с ним верно, руководители субъектов Российской Федерации. Конечно, конечно, это очень серьезный шаг. А для меня это очень хороший знак, что теперь у нас территориальное, пространственное, в конце концов, от планирования мы ушли, но руководство этим территориальным развитием, оно получит свое, так сказать, воплощение. И вот эти вот вещи, эти вещи, которые сейчас, их поправок много, если я сейчас начну по каждой поправке вам говорить, рассказывать, я думаю, что это, вы знаете, это не закончится, нам никакого времени не хватит, чтобы по всем поправкам говорить. Так что я просто пытаюсь общую вам показать конструкцию, идею того, что происходит в этих поправках. Соответственно, вот, например, мы сейчас по самый такой животрепещущий вопрос, поскольку я хочу обратить ваше внимание, как называется-то, чтобы было понятно. Ведь проект, проект закон называется «Осовершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». То есть, по факту, по факту, конечно, общей сквозной идеей, которая связывает вот эти все предложения, поправки, естественно, является организацией публичной власти. Все делают акцент на социальной стороне, говорят, вот социальная сторона, она самая главная. Параллельно тут, вот как мы с вами встречаемся, параллельно тут очень серьезное обсуждение и самой юридической общественности. Я вот уже был на четырех очень крупных юридических форумах. И, например, вот я был в МГУА, сейчас МГУУниверситет имени Кутафина проводил подобного рода обсуждения. Причем высказывались очень долго, больше четырех часов это было обсуждение. Практически по всем поправкам, так сказать, по всем главам прошлись. Ну вот, например, с этим прожиточным минимумом. Профессора, так сказать, трудового права, там Нилов есть молодой, так сказать, парень, профессор такой, если еще, я женщину не успел записать, они в пух и прах разбомбили вот эту идею о соответствии, так сказать, МРОТа вот этому прожиточному минимуму. Они говорят, что такое прожиточный минимум? Как его определяют? Это он же может в любой момент, что такое, сколько платье надо, сколько там еды и так далее. Что это? Это же подвижная категория. За рубежом приводят примеры, очень убедительные примеры, что это делается как? Это берется процентное отношение к средней заработной плате по стране. И все, средняя заработная плат по стране растет, соответственно, индексации никого не надо. Все растет, само по себе растет и так далее. Вы знаете, очень глубокие, очень серьезные, так сказать, эти самые обсуждения. И, соответственно, допустим, очень иногда резкие, допустим, тот же из Поленова выступал, кстати, международник, он говорит, да все надо, вообще любые международные договоры, там какие нюансы. Мы говорим, нет, международный договор мы соблюдаем. Но то толкование, которое дают правоприменители этим международным договорам, очень часто идет, естественно, в разрез с нашими интересами. Вот толкование, и это записано в поправках, истолкование вот этих международных договоров, если оно идет во вред, естественно, Российской Федерации, может не исполняться. Вот идея Конституции. Исполин говорит, не надо, все надо отменить, все надо, все, у нас верховенство, все это международное надо вообще, так сказать, и только в том случае, если, так сказать, вообще не просто Конституция, всем нашим законам должны соответствовать эти международные договоры и так далее. Ну, то есть диапазон оценок, как сами понимаете, он огромен, он очень сложен. Ну, например, вот мы у Талии Рулны Хабриевой в Институте законодательства с рынком правовидения обсуждали проблему. А что такое всероссийское голосование? Ну, нет его, нет его в Конституции всероссийского голосования. Ну, на последнем, вот я говорю, я навлеку, наверное, на себя какое-то, так сказать, неудовольствие, может быть, гнев и так далее, но мне не понравилось, как на последнем, так сказать, в этом самом, в Череповце, Владимир Владимирович Путин несколько раз сказал, что это будет всенародное голосование. Сказал, что это будет плебисцит. Ну, как, ну, все-таки, ну, я не знаю, так сказать, я остался не очень-то доволен, ну, как, так всероссийское голосование, всенародное голосование, плебисцит ли будет? Ну, это же так же, ну, это сам. И вот мы там очень долго спорили, обсуждали, три основные направления, концепции. А что такое всероссийское голосование? Как оно соотносится с другими видами голосования? Как оно должно быть организовано? Вот, Эл Панфилова, в общем, говорит, будем проводить как по закону о выборах, просто, так сказать, все используем вот этот весь механизм и так далее. Тот говорит, нет, надо не по закону, надо по закону о референдуме. Давайте, так сказать, как референдум будем проводить и так далее. Ну, вы знаете, ну, масса предложений. Мне больше понравилось предложение, которое выслал Борис Сафарович Ебзеев и Постников сказали. Да ничего не надо, как принимали Конституцию. Указ президента был, вот, о порядке всенародного голосования по Конституции, так и здесь сделать только, соответственно, указ президента о порядке всероссийского голосования по поправкам, так сказать, Конституции и так далее. Ну, вот, как видите, я еще раз хотел сказать, что, извините за несколько сумбурный такой вот, поскольку я повторяю, огромное количество всех этих поправок, оно, естественно, вынуждает вот быть несколько таким эклектичным, так сказать, хватаясь то за это, то за другое. И еще, тогда уж, если я говорю о самых таких болевых точках, одна из самых, наверное, таких спорных проблем, это единство публичной власти. Вот это тоже вызвало, так сказать, массу всякого рода споров, точек зрения. Во-первых, тот же самый Сурен-Надебежский авокеан, неоднократно выступая, ну, это завкафедра МГУ, Конституционного муниципального права, выступал и говорит, ну, как, ну, послушайте, что такое вообще публичная власть? Почему? Надо дать определение в Конституции, что такое публичная власть. Ну, я в кулуарах ему сказал, завтра я, по-моему, озвучу это обязательно и на заседании, я говорю, Сурен-Надебежский, но Конституция ведь не говорит, что такое местное самоуправление. Там тоже нет. Вы перелистаете всю Конституцию, прочитаете долю поперек, но вы не найдете понятия местного самоуправления. Что такое местное самоуправление? Местное самоуправление осуществляется на территории России, и местное управление не обеспечивает. А что такое само местное самоуправление? Нету там понятия. И, соответственно, конечно, спор вокруг, что такое публичная власть и так далее, как она должна быть устроена, что является элементами публичной власти, что такое, почему система тоже сам публичная. Это система органов публичной власти или это система публичной власти вообще? Ну, я думаю, что завтра, скорее всего, это будет предметом ожесточенных дискуссий на заседании нашей рабочей группы. И в этой связи, в этой связи, я все время, опять же, мои коллеги знают, настаивал, настаивал, буду настаивать, что главным, главным в организации публичной власти, главным, так сказать, недостатком ныне действующей Конституции является разрыв государственной власти и муниципальной власти. Вот разграничение предметов введения и полномочий худо-бедно между органами государственной власти, статья 71, 72 и 73 сделано. А каким образом разграничиваются предметы введения и полномочия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, не сделано. Все ссылаются на статью 12, защищенную статью, говорят, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Ну и что? Они решают вопросы какие-то, а что такое? Это вообще самые мутные категории. Решают вопросы местного значения. Стоп. А что, федеральные и региональные органы не занимаются вопросами местного значения? И я всегда говорю, когда объясняют по муниципальному праву, поднимают вопрос, ну как же так? За Казань кто отвечает? Все говорят, меньше надо отвечать. А Татарстан отвечает? А Российская Федерация что, не отвечает за Казань? Это как так? То есть получается, что вот эта проблема, отсутствие разграничения, например, этих полномочий, разрыв, он для меня был до того очевиден, что когда я услышал в послании о единстве публичной власти, я готов был аплодировать, я внутренне аж ликовал, я говорю, боже мой, ну неужели наконец-то это свершилось, дошло, что-то, кстати, пора ввести вот это единство публичной власти. И я не только не против, я двумя руками за, хотя все говорят, ой, централизация будет. Я говорю, централизация? Да какая централизация? Надо просто-напросто, и что и сделано в Конституции, внести положение, что все вместе взаимодействуют. Я всегда, кстати, прижу пример Татарстан. Я говорю, вот учитесь, Ментимир Шарипович Шаймиев давно сказал, не надо сразу разрушать местные органы государственной власти, которые совет у нас будет. Мы самые последние приняли в полном объеме 131 закон. Зачем ломать то, что хорошо работает? И по факту, вот это у нас взаимодействие между органами государственной власти и органами местного управления, самым лучшим образом наш опыт, так сказать, в Татарстане налажен. Отсюда и результаты. Отсюда и, так сказать, поэтому нам многим и непонятно, что там такое, что за проблема такая. Достаточно посмотреть на другие регионы, поймешь, что проблема-то есть. Ну, я прошу прощения, повторяю, что там вопросов крайне много, предложений очень много. Как видите, тут сотни-сотни предложений, поэтому, безусловно, я думаю, что на этом мне пора завершать. И я просто с удовольствием попробую ответить на ваши вопросы, которые вы мне зададите. Вопросы, мнения, пожалуйста, Балатрия Балякова. Скажите, пожалуйста, а основы собственности затрагиваются в Конституции сейчас? Вы знаете, да, это проблема, вот и Джалат Альцархаманович мне уже, когда мы с ним обсуждали эту проблему, уже задавал вопрос, будет ли перераспределение источников финансирования. Это тема, тема соразмерности полномочий и финансовых источников, собственности, всем уровням власти. Но она прямо, ну, не знаю, вот практически как только касается власти, вопрос о том, что финансирование, соразмерности и так далее, все это, так сказать, присутствует. Но меня больше всего смущает, больше всего смущает, что не оказалось бы все это декларативным. Вот что меня больше всего смущает. Да, конечно, записать-то можно, можно записать, вот мне не нравятся вот эти формулировки, как специалисту, когда пишут, для наиболее эффективного, ну что такое, ну что, ну не надо такие, что наиболее эффективного. Ну, попади, определи там, эффективно, не эффективно, а там еще наиболее эффективно. Так и здесь, когда говорят, должен быть полностью финансово, ну что же полностью финансово обеспечить. Ну что, ну вот эти все эмоции, которые пытаются привнести, и особенно, когда речь идет о деньгах, о собственности и так далее, здесь вот, здесь надо быть, ну, предельно осторожными, предельно аккуратными. Мне кажется, что вот большинство предложений, большинство предложений, которые есть, они очень эмоциональны, очень эмоциональны. И вот особенно это стало проявляться, когда речь зашла о преамбуле. Вот стали вносить предложения, прямо валом пошли предложения по преамбуле. И началось все это с православия. Первое, так сказать, когда Бурлаков, так сказать, предложил, давайте мы это внесем, чуть ли не первое, так сказать, этот самый, что у нас православие, это главная система, образующая идея нашего, так сказать, общества и государства. Ну, вы знаете, нашлись там очень хорошие трезвые голы, которые говорят, ну вы знаете, но не надо провокационные такие, так сказать, предложения, чтобы наша группа поддерживала. Нас, собственно говоря, для этого президент и собрал, чтобы мы могли, так сказать, достаточно разумные предложения оставить, а те, которые вызовут раскол в обществе, будут, так сказать, скажем, предметом яростных и совершенно бесплодных дискуссий. И поэтому мы решили как? Вот все решили единогласно, преамбула оставляем на самый-самый конец. Вначале все обсудим, все, так сказать, поправки президента, потом все дополнительные поправки, и уже когда все напоследок будем обсуждать, надо ли трогать преамбулу или нет. Ну, честно вам скажу, вот мое мнение, мое мнение, не надо трогать преамбулу, потому что как только мы тронем преамбулу, это за собой шлейф по всей Конституции потянет изменения. Ну, как, можно статья 14 в Светское государство, а мы в преамбуле пишем, что православие. Ну, вообще, нет, все это, это все так. Я хорошо ответил на эту тему. Да, это, конечно. Ну, кстати, ну, а как вы хотите, вот мы с ним оба, оба, прямо буквально до пены, так сказать, там спорили, предлагает, ну, не буду называть, не обязательно называть авторов этих поправок. Давайте введем, вот, многонародная российская нация. Мы говорим, ну, что такое, многонародная российская нация. Кто-то начал говорить, нет, давайте, вот тема русских, значит, нужна, русских не хватает. Значит, это русские, которые объединили всех вокруг себя и пошло-поехало. Ну, как только эту проблему, если поднять, ну, вы сами понимаете, что произойдет. Это очень, ну, такие взрывоопасные. Это большая часть, это действующая конституция безупречна. Вы знаете, я, ну, опять же, давайте это, кстати, я не знаю, вот, согласятся мои коллеги или нет. Да, можно говорить термин русская, вы, прошу прощения, российская нация. Конечно, можно, почему же нельзя. И, конечно, российская нация, но это будет не политологическое, не связанное с властью определение. Вот многонациональный народ, да, это субъект власти. А российская нация, это, это самое другое измерение. Это любой, любой иностранец, который проживает здесь, может сказать, я русский. Он может быть не гражданином, но он может чувствовать свою принадлежность к российской нации. Пожалуйста. И никакой здесь ущербности с точки зрения понятия российской нации не будет. Но он никогда не будет носителем властных полномочий. Вот в чем вся проблема. Поэтому, если уж так глубоко копать, то, конечно, можно, но я считаю, не нужно. Многонародная российская нация. Ну что ж, это сейчас это... Ответ тоже маленький есть, уже из прошлого, да? Да. Вот. Историческое общество, российский народ. Коллеги, уважаемые, давайте так, поскольку идет запись, да, микрофон, пожалуйста, если у кого-то есть предложить. Микрофон и представляться, да. Большое спасибо. Член общественной палаты Мустаев. Вопрос такого рода у меня к вам. А не возникал вот вопрос в законотворчестве, наверное, от каждого по способностям, каждому по труду? Ведь, исходя из этого, мы бы ликвидировали массу вопросов, связанных с социальным обеспечением, законодательным, по законодательным акту. Понимаете, вот сразу, как Гордиев узел, разрезается масса проблем. Бигзурахма, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, опять же, вот сразу, обратите внимание, глава вторая, права и свободы, человек и гражданин. Все, защищенная глава. И как только мы начнем трогать эту проблему, проблему, так сказать, можно ли записать право на труд, обязанность на труд. Вот у нас специалист по конституционному праву на труд, здесь Хурматулина Алсой Махмудовна присутствует. Она может даже нам прокомментировать. Конечно, это же, ну, это огромная проблема. Огромная проблема. Да, мы можем записать вплоть до обязанности, трудиться и так далее. Но я думаю, что это пока-пока не та проблема, которую нам надо было бы решать. Нам пока с властью разобраться. Нам пока бы устройство власти, то, что предлагает Владимир Владимирович, сбалансировать. Так заставить ее работать, чтобы она сама по себе работала. Причем, идея-то какая? Идея очень хорошая. Вот опять же, я не знаю, может, я ошибаюсь. У меня такое ощущение, что он готовится уйти. И он очень боится, что в той форме, в том виде, в которой есть конституция сейчас, если она кому-то достанется, она вот кому-то достанется. Я просто вот, извините за игру слов, то есть логика такая, что надо создать сейчас, пока есть возможность, вот тот самый механизм защиты власти, баланс этой власти, чтобы она могла функционировать при любом, кто бы пришел, кто бы не пришел, так сказать, на место, так сказать, Путина. Какие бы политические силы потом расклады не были. И вот эта идея, она вот мне представляется, она не так, она не озвучивается, но она мне представляется, что она существует, эта идея. И вот поэтому, ну как сказать, плохо ли это, хорошо ли это, мне представляется, что хорошо. Что вот когда делаются подвижки именно в этом направлении. Можно вопрос, да, Евгений Батальевич? Я не знаю, как представиться. Давайте, Зеликимян, давайте я представлюсь, член общественной палаты, Алаев, моя фамилия. А вы сейчас призвали разобраться с властью, давайте разберемся с властью. И чтобы дважды не вставать, если позволить, сразу два вопроса. Вопрос первый. Вы, спасибо, во-первых, за выступление, для меня значительная часть была новой, и немножко вы мне мозги проветрили, мы с вами неоднократно уже по телефону общались, дискутировали по разным моментам. Тем не менее, значит, два вопроса. Вопрос первый. Но они оба о лакунах, строго говоря, с моей точки зрения. Если это там не лакуна, вы сейчас просто объясните. Вы упомянули о том, что в поправках, которые внес президент Путин, наделяется правом определять внутреннюю и внешнюю политику, а также основные направления социально-экономического развития Российской Федерации, госсовет. Эта поправка, если мне память не изменяет, к 83-й статье действующей Конституции, пункт Ж.Прим. Да, Ж.Прим. Слава Богу, память еще есть. В то же время, 80-я статья Конституции, которая трактует полномочия президента, осталась без изменений. И таким образом, формулировка о том, кто определяет внешнюю и внутреннюю политику, относится буквально и к 80-й статье, то есть к ведению президента, и к 83-й, то есть к ведению будущего госсовета. Полномочия, которого мы не знаем, потому что нужен специальный закон. И, кстати, какой он будет? Конституционный закон, просто конституционный закон. Это, мне кажется, первая лакуна и противоречие, которое может создать как раз преемнику Владимиру Владимировичу большие сложности и вообще сложности с системой власти. Это прямое столкновение. Два органа, да, или два субъекта власти имеют одинаковые абсолютно буквально полномочия. Второе. До этого вы говорили о вот этом казусе, да, публичная политика. Что за публичная политика, если нет даже определения публичной политики? Публичная власть. Публичная власть, извините, да. Политика, конечно, публичная политика, это уже на грани оскорбления в адрес политиков. Вот. Извините. Извините, да. Так вот, по поводу публичности власти. Значит, нет определения публичной власти. Раз. В Конституции. Нет определения состава, что такое местное обсуждение. Два. Теперь президент говорит о том, что нам необходима единая система публичной власти, которая включит в себя систему местного самоуправления. Однако, насколько я помню, если это не так, поправьте меня, пожалуйста, в тех поправках, которые президент внес в Конституцию, не содержится ни предложение определить, что такое публичная власть, ни предложение определить, что же такое местное самоуправление. То есть, вот здесь, мне кажется, лакуны совершенно четко остаются. И как с этим быть? Спасибо большое. Я услышал этот вопрос и, соответственно, попробую по мере возможности ответить. Что? Попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что чисто юридически, поскольку президент возглавляет госсовет, он его формирует. И, соответственно, если будет принят, споры идут, то ли федеральный закон, то ли федеральный конституционный закон, все почему-то не хотят федеральный конституционный закон. Почему федеральный конституционный закон не хотят? Федеральный конституционный закон президент уже не может изменить. Понимаете, он его обязан будет подписать. И здесь полномочия президента, когда подписываются федеральные конституционные законы, они резко ослабляются. Понимаете, вот почему опасность есть федерального конституционного закона. И мы выступили против, мы за федеральный закон. И естественно в этом федеральном законе будет прописан регламент, будет прописано в случае, если госсовет принимает решение, президент может ли его отменить, единолично принять решение и так далее. И я думаю, что это противоречие снимется очень легко. Ничего там сложного такого я не вижу. То есть тот факт, что в конституции две публировки в разных статьях одинаковые... Но президент возглавляет госсовет, и он тем самым реализует свою статью 80-ю, право на определение. Другой разговор, единолично он будет, либо в составе госсовета. И что будет, если противоречие будет с членами? Если меня великодушно, а где записано, что президент возглавляет госсовет? Это в действующей конституции записано, где госсовета нет. Конституционный, это консультативный орган сейчас. То есть в действующей конституции нигде не записано, что президент возглавляет госсовет. Мы не знаем, каковы будут его полномочия. Это еще предстоит принять. Где записано, что будущий госсовет с новыми, возможно, очень большими полномочиями должен возглавлять именно глава государства, а не какое-то другое лицо? Например, Владимир Владимирович Путин. Нет, ну хорошо, но вот смотрите, формула какая? Ж1, да? Формирует государственный совет в целях обеспечения согласованного и так далее и тому прочее. Формирует госсовет, да? Ну а где написано, что он не возглавляет его? Именно, что Шулайн. Да, я и поэтому говорю, что, кстати, ну, поэтому, строго говоря, строго говоря, опять же, это все будет списано на федеральный закон. Вот так вот мы там и спорим, вот так вот там и происходит это обсуждение. Сейчас упаковочку внесем в конституцию, а содержание потом просто федеральным законом будет определить, правильно? Ну, вы знаете, вот, ну хорошо, а я задам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наши, наши, вот в данном случае, вот каким образом, вот, Зелёна Хеменовна точно скажет, каким образом представлены наши интересы, субъектовые интересы в исполнительной власти? Вот вы знаете, я как раз хотела сказать об этом. Вот если говорить о содержательной части, да, вот мне кажется, главное содержание, я почему-то тоже именно вот эту поправку считаю достаточно существенной в ведении госсовета, ведь это единственный рабочий орган, где можно было услышать губернаторов. И благодаря этому очень многие инициативы Татарстана, касается ли это жилищного строительства, других вопросов, они возникли в том числе и постановочно, и потом решались, опыт наш тиражировался на федеральном уровне. Больше того, я вам скажу, именно работая в Государственном Совете, вот, Рустав Нургалеевич Миниханов, по сути, стал главным, и ему было поручено президентом Путиным возглавить работу по сотрудничеству России с исламскими государствами. Совет России и исламский мир – это за нашим президентом, и это работа не на регион, а это работа, которая на всю страну. И поэтому вот мне кажется, что это вот как раз технология, и прописать какие-то детали чисто юридически, видимо, это действительно будет делаться федеральным законом, но тот сущностное, самое содержательное, главное – это тот орган, который как раз будет, на мой взгляд, вот как раз в том числе, там, где губернаторы могут сказать свое слово, там, где будет слышно регионы. – Конечно, я на абсолютно права, спасибо, но тогда надо повыгонять представителей субъектов федерации из Совета Федерации. Они туда как раз и направляются для того, чтобы представлять субъекты федерации. Если они там не работают, им нечего там делать. – Там, это самое, Илья Покович, там немножко не так. Все-таки Совет Федерации – это законодательный орган, и он там решает судьбу законов. А что касается подзаконных актов, которые, естественно, вот прямо что называется на земле, исполнении, это вот такого органа ведь у нас нет. У нас в свое время Госплан занимался территориальным, пространственным этим развитием. Сейчас никто не занимается. У нас сейчас… А он, который состоит из отраслевых, который состоит из отраслевиков, да? Вот и все правительство. У нас единственное министерство Дальнего Востока там и так далее, региональное плюс мин. – У нас минный регион был, его просто расформировали. – Можно я на второй вопрос отвечу сейчас сам. Вот по поводу единства публичной власти. Вы знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что, вот опять же, к вопросу о то ли сама жизнь заставляет, то ли как. Ну, например, в 131 закон внесли массу изменений. Смотрите, какое свойство. Вначале сказали, что вопросы местного значения нельзя никому передавать. Потом сказали, ну, можно. Сейчас можно. Сейчас, ага. Сейчас часть, значит, от сельских поселений передали районам и так далее. Потом опять поняли, что и это, извините, это такой робкий шаг, опять неправильно. Что теперь, скажем, перераспределение полномочий, возможно, между органами местного управления и органами государства. 30 с лишним полномочий ушло от органов местного самоуправления, ушло к государству. Градостроительное, теплоснабжение, ЖКХ там. Вы понимаете, в чем вопрос? То есть не тянут, не решают, не могут решить. А это другой разговор. Ну, давайте будем реалистами. Давайте будем реалистами. И, строго говоря, населению, населению все равно, какой орган будет решать, если он не решает. Если, извините, градостроительные планы 15% только принимались, а сейчас 90% утверждены. Это разные вещи. И поэтому можно теоретизировать сколько угодно о единстве публичной власти. А когда речь идет о том, что мне безразлично, мне надо, чтобы кто-то это исполнял, а как они там между собой будут, эта власть? Это другой разговор. Но вот я и говорю, что в данном случае, да, совершенно верно, местное самоуправление не было записано как муниципальная власть. Естественно, Конституционный суд поправку по факту внес в Конституцию своим решением, что это да, что признал, что есть понятие муниципальной власти наряду с государственной властью. Но мне представляется, что поскольку единый источник власти, многонациональный народ Российской Федерации, то все остальное производно. Все остальное производно. Все остальные власти, они уже предопределены, что они должны быть едиными. Все. Эта единая система должна быть. Поскольку народ осуществляет свою власть, как написано в статье 3, через органы государственной власти и через органы местного самоуправления. Вопрос был о том, что в Конституции не прописано, что такое местное самоуправление и что такое публичная власть. Вы прямо читаете мои мысли, откуда вы знаете, я даже не знаю. Но завтра я буду как раз об этом говорить. Завтра я буду говорить, что я обращаю внимание своих коллег, что надо внести 130 статью, часть первую. Что местное самоуправление является частью единой системы публичной власти. Осуществляется население муниципальных образований путем референдума, выборов и через выборные и иные органы местного самоуправления. Вот моя поправка, прям точно текст Конституции я цитирую, который я предлагаю. Хочу назвать, что это реально уровень власти. Член общественной палаты Мустаев. Просто я хотел сказать, что, как говорят, сутки не безграничные, дебаты они еще будут большие и значительные в этом направлении. Просто хотелось бы сказать, истинно лежит тоже на поверхности. Мне длительное время пришлось, посчастливилось присутствовать на становлении, на развитии работы нашего государственного органа управления Республики Тахстан как госсовет. Вы знаете, мне кажется, вы как член или делегат Республики там, в этом Конституционном комитете, нашли бы многие ответы, если бы, конечно, экспертная группа госсовета вам, естественно, я думаю, поможет выбрать по крупицам и заседания Государственного совета. У нас есть знаковые моменты были в развитии Госсовета Республики Тахстан. Оттуда что-то интересное выбрать, дать, вынести туда. И знаете, ответ во многом, для чего и зачем нужен Государственный совет, Республика Тахстан дает нормальный и перспективный ответ. Вот лично мое мнение просто в этом направлении. Это, как говорится, без комментариев. Я с вами полностью согласен, что опыт Татарстана, причем опыт нашей даже первой Конституции, которую мы потом привели в соответствии с Конституцией Российской Федерации, вот я остаюсь при своем мнении, что та Конституция, первая Конституция, которая была, она лучше 92-го года, которая... Вы помните, как критиковали, когда у нас до 131-го закона главы администрации назначались указом президента Республики Татарстан, если говорить об единственной публичной власти. А потом, а потом, нечто же сумнящееся берут и этот опыт переносят на более высокий уровень, когда президент представляет главу региона, который утверждается законодательным органом. Это наша модель, татарстанская модель, только взятая на более высоком срезе. Так что, что тут? Тут примеров таких массовых. Юристы есть, и наша молодежь, может быть, тоже вопросы зададут. Что-то они тоже хотят высказаться. Добрый вечер, член общественной палаты Киам Фруфат и еще руковожу Лигой студентов Республики Татарстан. Мы каждый день работаем со студентами и сейчас работаем в городах. И, как-никак, бывают моменты обсуждения тоже этих поправок. И, наверное, будет простой вопрос, вопрос, который нам, как руководителям общественных молодежных организаций, нужно будет потом транслировать. Это самый главный вопрос, как будет приниматься поправки Конституции. Мы понимаем, что есть рабочая группа и сейчас и парламент в первом чтении, но есть и указ президента. И поэтому, как говорится, про всенародное голосование. Поэтому из первых уст, как будет приниматься поправки Конституции. И второй вопрос тоже. С детства нас учили, я, конечно, не юрист, но с детства учили у нас про то, что есть три ветви власти. Это Конституционный, Законодательный, Исполнительный и Конституционный. И Судебный. А, ой, Судебный, да, не Конституционный, а Судебный. И вот вопрос, очень простой, возможно, и, возможно, простой ответ. Государственный совет. Какие же полномочия тогда будут у Государственного совета? Вы знаете, можно я начну со второго вопроса? Второй вопрос более понятен, поскольку это все чисто исполнительный орган. Это исполнительный орган. Это понятно, что тем самым, тем самым, создается, вот когда, сейчас у нас президент, получается, ни в одну из ветвей власти не входит. То есть он как бы над всеми этими ветвями стоит. Но создание госсовета, тем самым включает президента вот в эту исполнительную власть. Вот это, знаете, вызывает массу споров, массу, так сказать, неприятий, что президент будет теперь, так сказать, легиментирован, так сказать, именно в исполнительной власти. Но, строго говоря, я ему ничего и до этого не мешал. Вот в чем вся проблема-то. Поэтому здесь биться особо, мне кажется, это все не особо, критика я ее не особо понимаю, потому что и так он реально был, так сказать, управленцем номер один. Это первое. Это исполнительная власть в чистом виде будет, вне всякого сомнения. А по голосованию, я повторяю, что пока нет ответа на этот вопрос. Как будет проходить голосование? Я могу вам высказать свое собственное предположение, но поймите правильно, что если я скажу, и потом это получится не так, вы меня упрекнете, скажете, что вот. Но мне, помните, я вам сказал, что Ибзеев предлагал, да, предложили какую модель? Что просто указом президента определяется порядок. Пока, кто говорит, давай федеральным законам, кто говорит федеральным конституционным законом примет. Все говорят, да не надо, не усложняйте, пускай президент примет указ, о котором определится порядок всероссийского голосования. И мне представляется, что это самый простой путь. И самый простой путь какой? Так как мы голосовали за конституцию 93-го года. Одобряете вы закон о поправках, о поправке, прошу прощения, Конституции Российской Федерации? Да, нет, все. И никаких, то есть целое пакетное голосование, то есть все эти поправки, которые есть, либо мы за них голосуем, да, либо голосуем, нет. Скорее всего будет так, скорее всего, но я повторяю, что это не так. Добрый вечер, Екатерина Сокрина, Советский Организация, член общественной палаты. Мы сегодня уже Фарид Хайручу оглашали свое видение, как должна выглядеть формулировка государственной молодежной политики в конституции. Сейчас среди молодежи идет очень большой резонанс, потому что молодежный парламент России предлагает формулировку поддержка молодежи. А органы власти предлагают формулировку государственной молодежной политики. Так вот, мы бы вам хотели передать, как человеку от нашего региона, который входит в рабочую группу, что молодежный парламент Татарстана, руководители, лидеры молодежных организаций все-таки поддерживают формулировку государственной молодежной политики. Потому что это уже целая система, и во всех нормативно-правовых актах, которые сейчас есть в России, И все-таки эта формулировка используется и в федеральном законе, и в общественных объединениях, и в органах власти. И поэтому мы бы хотели вас попросить тоже наше мнение поддержать о включении именно формулировки государственной молодежной политики. Вы знаете, я услышал, я обязательно поддержу, поскольку это ваше мнение, я его обязательно озвучу. Но сказать, что я полностью согласен с этим, вы знаете, вот большинство групп, мы уже обсуждали это, и социальное выносило на обсуждение, там пришли к выводу и молодежь, и молодежная политика. Два термина будут использованы, группа, вернее, предлагает использовать два термина. Почему, да извините за мое нахальство чисто преподавательское, я все время привожу пример студентам, и хочу еще раз привести коварство слова политика. Это, нет, нет, это еще не новый, я понимаю, почему господин Зазнаев на меня так косится, но при слове политика... Вот смотрите, я все время говорю, статья 7 часть 1. Первое. Российская Федерация, социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Я все время спрашиваю, скажите, пожалуйста, вам кто-нибудь гарантирует или обещает, что будет достойная жизнь? Нет, тут написано что? Читайте внимательно. Политика которого направлена на создание условий. Вот у нас был такой очень хороший Виктор Спасович Чернобыльдин, который говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому, если политика направлена, если проще, обещал купить, еще куплю. Поэтому надо быть очень осторожным со словом политика, это коварная штука. Вы намекаете, что меня посадят? Или как? Юридический факультет. Хотел спросить, какова судьба статьи 15 Конституции? Ну вот я как раз из-за этого выступал с дополнениями. Помните, я говорил об этом деле? Так вот, смотрите, как ее спрятали. И вот ее спрятали совершенно, так скажем, не... Сейчас я специально зачитаю. Вот. Понимая, что нельзя менять нам, соответственно, нельзя менять статью 15, статью 15. Вот смотрите, как сейчас стало звучать статья 79. Тут было сказано как? Я читаю текст, который был, который стал. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничений прав и свобод человека и гражданина. На этом поставили точку, но вовремя спохватились. Я знаю, кто автор вот этого, так сказать, кто донес, так сказать, до ушей даже, так сказать, Ельцина, говорят, не надо, вы что, это просто прав человек, это не совсем верно. И добавили. И не противоречит основам кондиционного строя. Ну, слава богу, хоть это сумели еще вписать, а то вообще-то просто прав человек. Вот как сейчас звучит. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречит основам кондиционного строя Российской Федерации. Все один в один. Дополняют. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании противоречащим Конституции Российской Федерации не подлежат исполнению в Российской Федерации. То есть, видите, как получилось. То есть, тем самым мы и не отказываемся от исполнения международных договоров, но если международные органы толкуют и истолковывают эти положения так, ну хорошо, далеко ходить не надо. Вот последнее дело, которое было, говорят, нас, так сказать, упрекают, что мы не представляем избирательные права осужденным. Мы говорим, послушайте, ну мы, это Российская Федерация, конкретно могу сказать, люди, кто говорит, кто это оспаривал. Скажите, пожалуйста, а где в конвенции записано, что осужденным дано право? Да, в конвенции этого нет, но это, вы знаете, наш европейский консенсус. Мы договорились, что мы будем представлять. Хорошо, где этот договор, где вы договорились? Ну нет, это такой вот негласный договор. Ну, ребята, послушайте, господа юристы, нормально, да? То есть, нас, извините, троллят за то, что они, якобы, они, начинаешь выяснять, половина стран ты не представляет. Никто этим осужденным избирательные права и не представляет. Ну, как так можно, так сказать, в таких вот условиях, в таком истолковании, вот этого, этой европейской комменции правового человека, как можно ее применять? Конечно, нельзя применять. И мы не будем применять, и все не применяют, и немцы не применяют, никто не применяет. Институт социально-философских наук Рустам Вяселев. У меня вопрос, касающийся социального блока. Смотрите, величина прожиточного минимума, это величина, которая опосредованно зависит от многих других факторов, в том числе и содержания элементов. То есть, из чего он складывается. С развитием технического прогресса это, по идее, может меняться. Почему принято решение отталкиваться от этой величины, а не от более простой, той же самой средней зарплаты, о которой вы говорите? Потому что средняя зарплата, она не настолько опосредована. Это ответ в вашем ключе. В вашем ключе. Но вы сами понимаете, чем более непонятное записано здесь, тем больше шансов истолковать это где? В текущем законодательстве. Понимаете? А это гибкий инструмент. Соответственно, вы сами понимаете, что этот прожиточный минимум, безусловно, будет предметом регулирования федеральным законодательством. Вот и все. Вот весь ответ. Каждый четвертый квартал правительство устанавливает прожиточный минимум ниже, чем в третьем. Цена упала на то, на картошку, на паркурку. Первый квартал опять повышается. И вот это вот. То есть, что регулируется? Нет, но вы меня услышали, и вы правы. Конечно, идеально было бы это от средней заработной платы. Коллеги, можно перейти на формат вопрос-ответ? Потому что, когда мы начинаем обсуждение, мы многим нашим товарищам просто можем не успеть дать возможность задать вопрос. Предложение давайте. Евгений Вадович, я в продолжение вопроса, который поставила Молодежная общественная палата по молодежи. В Конституции нет понятия молодежь. Из-за этого у нас нет закона о молодежи. Это было главное препятствие. Совершенно верно. И это очень серьезная проблема в результативности государственной молодежной политики. Как вы этот вопрос ставите, не ставите? Там неоднократно ставился этот вопрос. И я думаю, что этот вопрос... Там есть ряд вопросов, которые члены группы все единогласны. Вот, например, Петровский вместе с Коллегиным, известным актером, внесли предложение о культуре. Что культура России является, так сказать, это достояние наше. Вот его надо поддерживать, защищать и так далее. Но если хотите точную формулировку могу вам сказать. Тут все за проголосовали. Никто не спорит. Но, правда, последний раз Коллегин выступил. И тут, честно говоря, поверг нас в шок. Он говорит, а вообще я считаю, что там в 65-й статье надо поставить культуру раньше, чем язык. Да при чем здесь язык? Надо культуру первую поставить. Мы так все переглянулись. Талей Ролл не выдержал и все-таки прокомментировал. Говорит, вы знаете, ну все-таки культура без языка, ну как-то это не совсем понятно. Вот это верно. Ну, конечно, уж так, доходить до крайностей нельзя. Но про молодежь все. Это однозначно все. Единственное только сейчас формулировки. Там идет борьба за какую-то чистоту формулировок. Но это уже вопрос технический. В науке и регионах есть закон о молодежи? А на федеральном... Нет, нет. То, что это войдет в Конституцию, я думаю, что это однозначно. Потому что это очень такая тема актуальна. Две темы актуальны, это, кстати, это вот то, что Ишат Равкатс говорил. Это наука, научно-технический прогресс. Вот это обязательно, так сказать, войдет. Поскольку это сейчас, ну, тренд номер один, так сказать, и молодежь это тоже в том числе. Спасибо за выступление, за то мастерство, с которым вы ведете дискуссию. Андрей Путинцев, хирургический факультет. У меня сразу три вопроса. Как раз вопросы от юриста. Значит, первый вопрос. Социальные поправки, это прекрасно. Но вам не кажется, что им не место в главе о федеративном устройстве? То есть прожиточный минимум, да, вот о котором мы сейчас говорим, и, соответственно, МРОД и так далее. И место вот как раз во второй главе, по идее, да, в гарантиях прав. И здесь, наверное, я бы поддержал вашу позицию о дополнении Конституции, возможно, в отдельной главе с гарантиями, да, Конституции с точки зрения юридической техники. Можно сразу, если вы это позволите. Вот смотрите, ведь речь идет, вспомните, я назвал, как проект закон называется, да, о совершенствовании публичной власти. Все. Это в данном случае записывают как обязанность публичной власти. Хорошо, второй вопрос. Значит, говоря о Совете Федерации, вот я обратил внимание, что в тексте поправок присутствует такая формулировка «сенатор Российской Федерации». То есть у нас Конституция всегда была без англицизмов. Мы ни парламент, ни импичмент не использовали. Мы говорим о достоинстве страны, там, об ее роли, да, самобытности, используем слово «сенатор», официально узаканивая, по сути дела, вот практику словопотребления журналистов. Вопрос, зачем, в чем логика? До хрипоты шел спор, причем Фарид Хайрулович говорит, надо к этой идее очень осторожно отнестись. Мало того, что сенаторами хотят назвать, хотят назвать сенат вместо Совета Федерации. Вы чувствуете, убирается, а, федеративное начало, вот, против чего мы резко выступили. И хотят ввести пожизненных сенаторов, расширить состав Совета Федерации и количество пожизненных сенаторов там. Причем эти сенаторы должны быть, как говорил тот, кто предлагал эту поправку, ну, ладно, без имен, наш уважаемый академик один, он говорит, надо, чтобы, говорит, этот самый, как он, это были, говорит, такие, говорит, самые-самые, выдающиеся люди, ему задают вопрос, ну, а как определить самого-самого выдающегося? А президент, говорит, определит, кто самый выдающийся, ну, все, вот, вот, ваши реакции, наша реакция такая же приблизительно. Мы говорим, ну, интересно, и как можно больше, чтобы их было и так далее, ну, опять, сами знаете, какая-то реакция. Зачем тогда нам Совет Федерации нужно? Давайте сразу почетных всех назначим, и все тогда, и вопрос снят будет раз и навсегда. Хотя, вы знаете, некоторые поддерживают эту идею, так что… Вот, и третий вопрос, насильно полномочий Конституционного суда, вот я обратил внимание, в той части, которая касается предварительного конституционного контроля по, собственно говоря, запросу президента, такое право предоставляется еще президенту, полномочий на суд согласовестно возлагается, запрос на проверки конституционной закона субъекта до подписания его высшим должностным лицом, то есть, грубо говоря, президентом республики и так далее. Зачем? А мне кажется, что этот механизм явно избыточен. Зачем прокуратура, Конституционные суда субъектов и так далее? Вы знаете, самое интересное, что большинство, большинство было против этой поправки. Субъекты трогать не надо. Ну, огромное количество субъектов, огромное количество законов. Но когда Конституционный суд там может, если так, попробовать стать, чисто гипотетически, но когда, так сказать, там можно все рассмотреть, все эти, так сказать, если еще и субъекты включить? Тут, дай бог, так сказать, чтобы на уровне Российской Федерации эта поправка работала. Если он начнет активно, так сказать, вносить до подписания, это же сколько у Конституционного суда работы будет. Поэтому со второй частью, вы знаете, большинство было согласно. Завтра будет обсуждение. Я думаю, что эта поправка не пройдет. Просто не пройдет. Потому что большинство... И там одновременно состав суда еще сокращать собираются, да? Ой, а вот у нас, вы знаете, что больше всего спорили? Время потратить больше всего. Потратили на сколько? Почему 11 судей? Почему было 19, стало 11? Более того, мы, ну, небольшие секреты нашей этой работы, мы запросили администрацию президента дать нам пояснение, пояснительную записку, почему, откуда взялась цифра 11. И нам специально принесли, показали, то есть, как это, какие аргументы, так сказать, почему 11 и так далее. Вот здесь вот девушка микрофон держит, пожалуйста. Зиганчина Зухра, доцент Казанского федерального университета и эксперт общественной палаты Республики Татарстан. У меня такой вопрос. Так как деятельность нашей некоммерческой организации напрямую связана с управлением общественным здоровьем, мы наслышаны, что Леонид Михайлович Рошаль предлагает вести определение общественного здоровья. Нашло ли это отклик у рабочей группы? И вот прокомментировать это, если можно. Спасибо большое. Ну и поддержать, конечно, для нас это очень важно. Вы знаете, вот могу вам показать, так сказать, но вообще есть там ведь как, у нас в разном качестве. Нам сводную таблицу дают, нам дают предложение каждого из этих, понимаете, нам дают по главам, по статьям и так далее. То есть в разной комбинации. И вот когда берешь, смотришь по тем, ну, членам рабочей группы, которые больше всего вносят. Догадайтесь, кто больше всего. Вот как раз и кругом-кругом здоровый образ жизни, медицинская. И все-все-все-все кругом про медицину, включая, значит, в том числе и местное самоуправление, чтобы местное самоуправление обеспечивало надлежащую медицинскую помощь и так далее. Ну, молодец. Он во всех, так сказать, этих самых ипостасях представлен. Так что там все это есть. У него очень много всяких. Но, сами понимаете, при всем уважении, так сказать, конечно, не... Ну, хорошо, но как можно записать, что тоже местное самоуправление обеспечивает полную медицинскую помощь и так далее. Ну, невозможно это сделать. Ну, что, ну, можно записать. Записать-то можно, но... Зарас Ахмаз правильно говорит. Где? Источник? Источник? Кто будет финансировать? Никитин Дмитрий, аспирант юридического факультета. Евгений Батрич, хотел бы вас узнать, во-первых, что будет результатом работы рабочей группы? Ну, пусть это автология, но что будет, скажем так, каким результатом, если проект закона уже есть? Я уже попытался объяснить. Вот смотрите, наша подгруппа доложила всей группе, всей группе, что мы наработали. То есть мы представили те поправки, которые мы посчитали хорошими, которые проходят, озвучили их и говорили, что мы эти поправки предлагаем Государственной Думе, отправляем в комитет. Пообсуждали в рабочей группе. Кто-то говорит, о, мою поправку там нет, сами не учли. Тогда вся группа включается. Мы поясняем, почему мы ее не включили, да, почему от нее отказались. Группа здесь решает, да, нет. Вот, нас ни разу не забаллотировали, то есть все, что мы предлагали, все прошло. Потом с нами специально провели заседание, там были юристы вот этой самой комитеты Государственной Думы. Вот мы уже в таком чуть-то расширенном составе предварительно и с этими сопредседателями полностью обсудили, и весь пакет, который мы уже сформировали, ушел в комитет Государственной Думы. Все. Спасибо. И второй вопрос. Относительно возможности, относительно той возможности, которая была, ну точнее будет введена в Конституцию, снятие судей с должности, ни в пояснительной записке, ни в самом послании, ни, соответственно, в проекте закона, пока нет обоснований, для чего это необходимо, для чего необходимо убрать существующий сейчас инструмент и ввести новый, или же это будет два параллельных инструмента, потому что сейчас есть другой порядок снятия судей при проступке. Но вы знаете, в чем проблема. Проблема в том, что я согласен с объяснениями, с тем пояснением, которые нам дали, когда представляли эту поправку, так сказать, президентскую поправку. Объяснение было такое, что все-таки судейское сообщество весьма закрытая корпоративная структура, и практически никто никогда не знает, за что, почему лишают, так сказать, полномочий того или иного судью. И если это будет делать Совет Федерации, то это все будет публично, открыто, это можно оспаривать. То есть степень защиты намного повышается. То есть по факту степень демократии, участия намного повышается. Валерий Васильевич Лазарев очень резко выступил против этого, могу вам сказать, это, кстати, тоже некоторые секреты. Он говорит, тем самым Совет Федерации будет судей держать. Он же законы сам принимает. И, соответственно, у него есть рычаг управления вот этими судьями и так далее. Ну вот, так что вы можете, как сказать, услышать разные точки зрения, но большинство все-таки эту идею поддержало, что все-таки то, что это будет публичное обсуждение и те же консультации с Советом Федерации и так далее, допустим, по прокурорам и прочее, что это намного повышает степень вот этой вот транспарентности, открытости власти, позволяет, так сказать, видеть кого, как назначают, какие есть вопросы и так далее. Вот такая идея. Алла Сухурматулина, кафедра конституционного и административного права. Евгений Батырович, хотелось бы поблагодарить вас за столь подробное выступление по поводу всех поправок, которые на сегодняшний день разработаны, планируются. Если бы слово не подзакистал, не подхалим нещик. Я постараюсь. У меня следующий вопрос. В связи с тем, что сегодня много говорилось о понятии публичной власти, хотелось бы услышать вашу трактовку этого определения. И не возникнет ли угроза того, что местное самоуправление перейдет в конечном итоге местное управление. Ведь на сегодняшний день имеются некоторые предпосылки именно к этой тенденции. Даже если мы посмотрим избрание глав некоторых муниципальных образований, которые не избираются населением, а назначаются сверху. Ну хорошо, я понимаю, что здесь очень много всякого рода споров, очень много. И выскажу только свою точку зрения. Мне представляется, что понятие публичной власти очерчивается самым главным, я не беру все остальные критерии, долго рассуждать, общая обязательность. Если акты власти общообязательны, все это публичная власть, муниципалы на своей территории, Татарстан на своей территории, Российская Федерация на своей территории, все, кто находится на ее территории, все, попадают под властное воздействие тех актов, которые принимает эта власть. Референдумом ли, органы ли ее принимают, это не имеет значения. Все, они общообязательны. Приговор суда общообязательен для всех. Понятно, да? Назначение министра обязательно для всех. Все говорят, только нормативно правы. Да не только, индивидуальные акты так же обязательны, как и все нормативно правы. Вот обязательность, общая обязательность, это один из критериев вот этой публичности власти. Вот это, мне кажется, главный критерий, который позволяет отделить любую другую власть, там, партийную и так далее, общественную и прочее. Вот где-то так, мне кажется. А второй ваш вопрос о том, что, да, неоднократно поднимается вопрос, и этот вопрос, вы знаете, прямо жестко, причем дискутируется о том, что местное самоуправление мы можем таким образом угробить. Ну, вы знаете, я всегда привожу пример с теми же самыми, так сказать, вот с опытом Германии. Почему не поделить все, вот у нас сейчас, вот перечень вопросов местного значения, вот он такой, понимает, что его не могут выполнить. Все, все равно закрепили, потом, я же уже рассказывал, пыркались, пыркались, никак не получилось, все, часть передачи. Ну, почему не сделать тот же самый опыт? Сделайте мало, мало, но реальные вопросы местного значения обязательные, обязательная часть. А остальная часть, извините, это функциональные. То есть, хоть есть возможность у муниципалов, они берут эти вопросы, решают, пожалуйста, могут себе записать в устав. Не могут, они их не решают. У нас сейчас так нельзя. И получается, что по факту на них наваливают сейчас количество вопросов, вот базовый закон 131-й был, и нынешний закон, количество вопросов не только на одну треть, в ряде случаев до 40-ка, то и чуть не под 50% возросло. Все больше. Ну, например, профилактика терроризма, экстремизма, да что только на них не вешают сейчас на муниципал. Ну, спрашивается, зачем они все равно не в состоянии это выполнить, и США, наверное, об этом говорят. Поэтому уж лучше определить реальный вот этот перечень вопросов местного значения, и они чтобы реально имели финансирование, реальные полномочия выполнять эти вопросы местного значения. Тогда будет понятно, кто за что отвечает. Ведь в юриспруденции это главнейший вопрос. Кто за что отвечает. Определись сначала, вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. После этого выстраиваются, какие у тебя полномочия, какие у тебя ресурсы, какую ты ответственность несешь за это. Если там не разберих, если там никто не знает, кто за что отвечает, ну все. Отсюда весь, так сказать, коллапс, так сказать, вот этой всей машины. Спасибо, Евгений Петрович. Есть еще. Спасибо. Дайте, пожалуйста. Вот сейчас еще. Добрый вечер. Гафуров Азат. Ой. Гафуров Азат. Он помогает. Юридический факультет, кафедра конституционного административного права. У меня был такой вот вопрос по поводу формирования правительства Российской Федерации. Как мы знаем, то, что в законопроекте сейчас уже меняется формирование правительства Российской Федерации. Евгений Петрович, могли бы прокомментировать, своевременно ли это, как механизм правилен ли? Спасибо большое. Нет, ну я считаю, ну вот, Иванович уже все это пояснял, лучше его, наверное, не скажешь. Если раньше он сам по факту назначал, сейчас утверждает Государственная Дума. Все. И он, и он не может отказаться от этого, так сказать, назначения. Можно сколько угодно, так сказать, по этому вопросу спорить, но все равно это принципиально другой уровень. Другой уровень. И другой уровень ответственности самой Государственной Думы за того, кого она утвердила. Да, я согласен, я согласен. Это прерогатива и полномочия президента. Но, опять же, так сказать, проблема в том, проблема в том, что он теперь без Госдумы утвердить его все равно не сможет. Это другое дело. Можно, да? Профессор Сафин, Юрфак. Евгений Батрич, вот по выступлению я вижу, вы изначально были за поправки внесенные президентом, или у вас вот такая мысль, она появилась в процессе обсуждения, как члена комиссии, или по поступлению предложений? Ну, вот я скажу так, что большинство поправок, которые есть здесь, в этом законе, они мне очень глубоко симпатичны, они мне понравились, это хорошее, своевременное, когда я слушал послание президента, я не знаю, я просто радовался за то, что правильно и вовремя, даже я считал, что еще тогда, намного раньше надо было это принимать. Но есть вещи, которые я не принимаю. Есть вещи, с которыми я не согласен. Я спорю с ними. Вот, в частности, мне очень не нравится, что не включили в судебную систему конституционные суды, конституционные уставные суды субъектов. И я везде, на всем уровне пытаюсь это отбить. Я своим коллегам там говорил, я говорю, ну, послушайте, как так? Если это конституционный суд, ну, на суде-то, разве если это судьи, стало быть, на них должны распространяться все квалификационные требования, вот, должна быть зарплата, пенсионные и так далее. Ну, все должно быть, это должна быть единая система судебная, единые принципы и так далее. Вот. Нет, это, вы знаете, это конституционные уставные суды, это полномочия субъектов, хотят делать, хотят. Да дело не в этом, вы меня не слышите. Хотят, не хотят, это другой разговор. Но если они хотят, и это суд, он будет попадать или нет? Ну, знаете, не слышат меня еще. Нет, не надо. Просто вот уперлись вот так вот, не надо, и все. Пускай сами субъекты с этим делом разбираются. Завтра я буду опять об этом говорить, опять буду настаивать на этой, так сказать, это я в подгруппе так вот спорил с ними, это, кстати, нет сам. А сейчас я буду спорить уже на уровне всей группы завтра. Поэтому я считаю, что это совершенно неверный подход. Потому что конституционные уставные суды, это один из хороших инструментов, как сказал Фарид Харуф, правильно сказать, это санитар, который в данном случае, естественно, ну, приводит в соответствие все законодательство, всю правовую систему внутри того или иного субъекта. это не работа федералов, это работа внутри самого субъекта. Ну, все, права человека, финансирование, субъекты, в смысле, механизмы защиты финансирования. Хорошие финансирования. Да, хорошее финансирование. Так, ну что. Коллеги, завтра у нас с Евгением Батаревичем, как вы только что услышали, надо еще там выступать, тяжелый день, готовиться. Да, наверное, будем тогда завершать, да? Спасибо, да. Спасибо, и на самом деле у нас, думаю, что вот Евгений Батаревич, тоже своеобразная такая рабочая группа состоялась. Да, но предложений мало. Вот, предложений было меньше, чем, да, в Москве. Но тем не менее, вы знаете, вот в этих обсуждениях все равно есть одна несомненная польза. Несмотря на то, что, конечно, часть поправок, особенно это касается преамбулы, но все, и, значит, темы патриотизма, и высшего образования, и воспитания, конечно, все не войдет. Но это говорит о том, что мы же обсуждаем вопросы, которые наболели, на которые люди ждут ответов. И поэтому то, что есть вот прекрасная возможность чего-то наработать в запас, как вы говорите, вот в том числе те поправки, которые не войдут в этот раз, но они, безусловно, будут взяты в работу. Вот так же, мне кажется, и какие-то вот такие общественные повестки по актуальным вопросам форматируются. Поэтому спасибо вам за это активное участие, за вопросы. И надеюсь, что мы с университетом и по другим вопросам, не только по поправкам Конституции, будем вот так же совместно работать, потому что есть повестки дня, которые и внутри республики надо обсуждать. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.